12.07 в Кирове продолжается программа Дневной Разворот, здесь в студии Николай Голиков и Светлана Занько. Здравствуйте все еще раз. Здравствуйте все еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. Да, мы хотели бы закрыть, конечно, тему, которую обсуждали в первом нашем часе. Мы обсуждали не только в первом часе, а все 20 минут перерыва. Мы обсуждали, потому что звонки раздавались все время. В общем, как бы не хотелось бы нам закрыть, но окончательно закрыть не удастся. Ну и мы, собственно говоря, хотим сообщить, что все ваши звонки мы приняли. И при встрече, при возможной встрече с Ильей Шульгиным обязательно передадим ваше чаяние и вопросы, и проблемы. Чем черт не шутит, может быть, Илья Вячеславович придет сюда к нам в студию и сам ответит на ваши вопросы. У нас же тут прямые эфиры, в конце концов. Ну и, собственно говоря, все равно дороги все-таки прорвались, коль я тебе скажу, в перерыве. Звонили нам про дороги. И особенно вот просто красной нитью, кровавой, я бы даже сказала, болью тротуары. На тротуары люди жаловались страшно. Ничего удивительного, потому что если дороги как-то еще залатали, то с тротуарами-то ведь никто и не трогал их. Ну и имеется в виду, что, конечно же, тротуары это и вопрос чистоты в том числе, и вопрос доступной среды. И с нашим гостем, который сейчас находится у нас в студии, мы как раз доступную среду, как пожелание новому главе обеспечения доступной среды, как раз и обсудили. А в гостях у нас в студии Владимир Карабанов, координатор проекта в Кировской областной общественной организации знаний. Владимир Иванович, добрый день. Добрый день. Ну вот мы предоставим вам возможность тоже некое такое послание, пожелание Илье Шульгину передать прямо сейчас. Давайте так, для начала. Ну уж если такая возможность у меня есть, я бы предложил ему посмотреть, ну как это называется, на легкие города, то есть на парки, на скверы. И не только, чтобы какие-то ранее существующие погибали, а чтобы появлялись новые, чтобы можно было и детям с родителями, и пожилым людям погулять, где есть такая возможность. Сегодня, ну, с моей точки зрения, маловато такого будет, а часть уже исчезла, как, например, у Алых Парусов, любимое всем место. Ну а по доступной среде, то это, конечно, крайне важное и значимое направление, это доступность вот как раз людям маломобильным, значит, с ограниченными двигательными возможностями, доступность всех социально значимых, это и почты, и магазины, и больницы. Значит, если такая информация есть, значит, еще раз ее проверить и по возможности, а вернее, наверняка, сделать все, чтобы такой доступ был. Ну вот я не раз про доступную среду мы тоже делали программы, участвовали в различных акциях тоже, потому что, ребят, ну вот пандусы-то практически везде понаделали. Какие они? Ну, до этих пандус вообще добраться надо через бордюры, да? Да, через бордюры и по нашим тротуарам не добраться, и саммиты они, очень многие сделаны просто для галочки, лишь бы сдать, лишь бы сдать. Это, конечно, особая большая история и боль наша. Вот когда говоришь о комплексном развитии городской среды, попытались об этом еще раз поговорить с общественниками на круглом столе в правительстве прошлый понедельник, то имеется в виду именно это, не кусочек асфальта тут положить, колодец тут заделать, деревца тут воткнуть, а чтобы появлялись целые куски территории, где-то вышел из своего дома, из чистого подъезда, по нормальным ступеням или по пандусу, съехал на ровный тротуар, безбордюрные перекрестки, вот, и действительно тогда у нас будет и чистота, и порядок, и красота. Ну вот у нас, пожалуй, нет пока образцовых таких целых там районов. Ну у нас, видишь, вообще комплексный подход к решению каких-то проблем, он не практикуется, да? То есть у нас же все время латание происходит, вот здесь какая-то уж просто катастрофическая ситуация, там приедут, что они сделают, отъедут, да? Совершенно верно. А так, чтобы вот именно какой-то район взять, вот привезти в образцовый, там образцовый, этого у нас нет. Вот мое бы как бы пожелание было все-таки более комплексно подходить к вещам, да? Да, комплексное развитие территории. Не просто пандусы поставить, чтобы вот это все отвязались, да? А чтобы на самом деле реальные эти пандусы работали, и чтобы тротуар был доступен даже вот не только людям с ограниченными возможностями, нормальному пешеходу, вроде бы меня здоровому, да? А еще в наших погодных условиях. Да, в наших погодных условиях сегодня я там полчаса шел по тротуару, по которому, в принципе, 10 минут хватило бы, да? Потому что приходится прыгать вправо-влево, вперед-назад и обратно. Да, совершенно право, вот это очень-очень важно. Это важно. Да, мы не зря ведь такой вопрос Владимиру Ивановичу и задавали, и дали возможность высказаться по доступной среде, потому что все-таки организация знания и театр для пожилых, проект, который знания реализует, очень много делает для людей как раз пожилого возраста, у которых... Они ограничены в возможностях нашим государством, к сожалению, да? У них есть особые потребности, которые нужно изучать, к ним прислушиваться и их реализовывать, эти потребности, давать возможность людям им пользоваться такими возможностями. Извините за тавтологию. Ну вот мы будем говорить о пожилых людях, и я очень рада всегда видеть в нашей студии Владимира Ивановича Крабанова, потому что вот этот человек, который отработал в правительстве огромное количество времени в социальном блоке, социалка самый тяжелый, наверное, блок всегда пока что, к сожалению, в нашей стране, да? Много претензий, много чего у нас не сделано. Человек, который сидел бы себе спокойно на пенсии, да и сидел бы там, не знаю, в интернете. Сейчас можно, можно даже не выходить через недоступную среду, не пробираться, в интернете сидит. А он нет, он нет, он занимается, он общается с людьми, и мало того, все, вот как раз все свои истории, все свои проекты доводят до конца. Вот было сказано, что театр для пожилых поставит ряд спектаклей, и придет заключительный спектакль в сентябре месяце. Сделано. Чего мы и желаем новому главе тоже города. Доводить свои дела до конца. Да, давайте мы сейчас об этом расскажем. Валерий Иванович, а давайте все эти протяжки для пожилых начнем. Да, совершенно правильно отметили, что пожилым людям, во-первых, должна быть предоставлена такая возможность и государством, и обществом реализовать свои потребности, и не только, например, в садоводстве, там, в огородничестве, но и в творчестве. И мы уже с вами, например, говорили, что была у нас и литературная мастерская, которая до сих пор востребована, и приходят люди и спрашивают, и когда это будет снова. И вот театр для пожилых. Это была, конечно, идея, если не бредовая, потому что ведь все равно это трудно осуществлялось. А оказалось, значит, настолько востребовано и настолько они желали это делать. Поэтому мы подобрали прекрасного режиссера из колледжа культуры Дмитрия Васенина. И он со своими ребятами, с выпускниками режиссерского факультета, значит, очень помогали и сделали вот этот спектакль. 20 октября, ну, как бы, свершилось, ну, мы называем домашний спектакль в стенах общества знания, значит, и аудитория была как раз для кого это все и, значит, предназначено пожилые люди. Ну, зал на самом деле... — Что за спектакль-то было? — А, в общем-то, театрализованное представление. То есть оно называлось, значит, «Корабль времени». Ну, это сценарий полностью сделали эти ребята. — То есть сценарий тоже такой доморощенный, да, наш? — Да, он их, но он, ну, вот как сегодня вы тоже говорили, красной нитью. Так вот я тоже употреблю этот штамп литературный. Красной нитью проходило два поколения. То есть вот то, что нас интересует и всех. То есть старшее поколение и вот молодое поколение, которое реализовывали на сцене вот сами студенты этого колледжа. И от конфликта этих поколений через компромисс к пониманию и объединению сил, например, мудрости и решительности. И вот «Корабль времени» и что нас объединяет. И поэтому там конечная фраза была, что мы должны встать за руль вместе. — Нерека, небостротечное время остановиться не могут, и мы должны встать за руль вместе. Снова такой посыл в прошлый час. — То есть это не просто такой спецакль эстетического удовольствия доставляющий, а он еще такой полезный, да, получился? — Да, но туда включили и классиков. То есть там миниатюра была Василия Макаровича Шукшина и Великого Чехова «Смерть чиновника». Ну, только то, что это, как называется, была интерпретация, значит, приближенная и так далее. Ну, вот единственное, я бы на что посетовал и при комплектовании, при работе, это гендерный уклон или перекос. К сожалению. — Это вы так поступаете, да? — Нет, это мне, как автору, я, в принципе, не предполагал играть на сцене. Я, к сожалению, ведь хотел вам примести программку. Так вот, там получилось четыре действия с вступлением и окончанием, и везде есть Владимир Карабана. — Мужчин не хватает? — Да вообще их не было. — Ну, их в этом возрасте вообще уже меньше. Наш брат-то меньше становится к этим годам. Он уже существует в старшем поколении, это уже официальная демография, что дам гораздо больше. Но в данном-то случае это конкретный демограф. — Я поняла, к чему клёк, Владимир Иванович. — Я тоже прекрасно понял, что... — Он приглашает в театральную студию мужчин. — Ведь есть же очень много людей серебряного возрастского суважения. — Мы сейчас поговорим об этом после короткого перерыва, через полминуты. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь студия Николая Голиков и Светлана Занько. Разговариваем мы с Владимиром Карабановым, координатором проекта в Кировской областной общественной организации «Знания». Владимир Иванович до перерыва посетовал, что в театре для пожилых, в котором ставятся замечательные совершенно спектакли, он работает. Не хватает мужской силы. — Уважаемые наши ровесники, люди серебряного возраста, ну что же, это же так интересно, так классно. Приходите, приходите, помогите. — Расскажите ещё раз, куда. Потому что мы не так часто встречаемся, где вы дислоцируетесь и какие у вас планы счастья. — Как вот если человек хочет принять участие в работе этого театра, куда ему обратиться и как? — Ну, пока, как таковой театр ведь по проекту, вот поэтому он завершился, то есть он закончен. Но сразу же после премьеры подходили дамы, там, кстати, было и несколько мужчин, и спрашивали, а где записаться? Вот в театральную студию или в театральный кружок? — Ну, не важно, как это будет называться. — Всё равно та же, да. Поэтому, значит, это прежде всего общество знания, но я не имею в виду сейчас записаться именно в этот кружок, но уже это улица Свободы, 47, вывеска большая над крылечком. — И дом большой, и вывеска большая. — И телефон 65-40-47. — То есть обо всех программах общества знания, предстоящих проектах можно узнать, придя на улицу Свободы... — 47, да, либо позвонить по телефону. — Либо позвонить по телефону. — Либо посмотреть, если и наше поколение уже, мы знаем, что пользуются интернетом, открыть и набрать. Знания по-русски 43. — Знания 43. Улицу Свободы в этом году закатали под асфальт, что называется. — Да, там все ездят в страшные краски. — Единственное пожелание, кстати, я не знаю, почему вы не говорите об этом. Мне кажется, что сам офис, если так можно выразиться, да, вот само помещение, общество знаний требует изменений, потому что, честно говоря, неуютно. Она, честно говоря, совдепщина такая там присутствует, не хватает... Вот у вас прошли домашние спектакли, все ведь держится на энтузиастах, на этих творческих людях, замечательных. Конечно, сила вашего духа и ваших стремлений, она там все вокруг себя преображает. Однако, если бы вложились деньги, прошел бы ремонт и сделали бы действительно уютные помещения, людям больше бы хотелось переходить, они бы больше туда тянулись. Вы об этом как-то говорите где-то? — Председатель, да, Наталья Ивановна Шадько, конечно, желала бы, чтобы такое было. Вот в прошлом году радовались, что получили новые столы, значит, потому что ведь это просветительская организация прежде всего, и поэтому вот эта большая аудитория, и вообще все аудитории вообще не простаивают. Поэтому вот даже вот театр, когда мы шли, мы соотносили, значит, возможности помещения. А вот то, что, конечно, уют, конечно, бы хотелось, чтобы это было и более нам, например, по режиссерской задумке, мы играли не на сцене, а мы играли в зале. Ну, то есть развернули зал, потому что слишком маленькая сцена, она идет для образовательных проектов, а вот для такого творческого она была уже была. — Ну, это сейчас вполне в струе такого современного театра, это нормально сейчас со сцены уходит. — Да, мы развернули все, убрали столы, поэтому зал оказался, получил больше, мы правильно сказали, ну как, будем на выдумку хитра. — К театру, если вернуться, вы говорите, проект как бы закрыт, но вот все-таки, может быть, где-то еще выступите с этим спектаклем? — Ну, вот у нас и по проекту сейчас вот будем договариваться, и это для пожилых, и для пожилых на их площадке в доме-интернате для престарелых. — На Ленина 200. — На Ленина 200, да. Это мы согласуем сначала с режиссером, вот там договорились, там у них и выпуски, юбилеи и так далее, училища. Где-то во второй половине, где-то после 20 ноября. Поэтому, значит, время у нас еще есть, и мы постараемся, если никаких не будет форс-мажорных обстоятельств, ну, бывает, что закрывают учреждения, знаете, на карантин, тогда там будет, тогда мы вот уже... — А снова с этим проектом, как бы в развитии его выходить на получение какого-то гранта, есть такая мысль? — Ну, вот как раз, значит, если выходить, то на открытые конкурсы, вот это проект, ну, мы тогда с вами говорили, это, значит, фонда «Хорошие истории» и «Райфайзенбанка». — Который поддержал, кстати, ваш вот этот спектакль, насколько я понимаю, да? — Да, это проект он поддержал, да. И вот если говорить про это, то снова сегодня, значит, идет вот этот период с 1 октября, объявлен фондом «Хорошие истории» и «Райфайзенбанком» конкурс, открытый для социально значимых просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст». — И работает этот или действует этот проект, вернее, конкурс с 2013 года. — И, ну, вот следует отметить, что общество знания было… — Именно Кировское отделение. — Кировское отделение было и номинантом, и победителем во всех вот четырех прошедших. Это было там первое, это компьютерная грамотность. — Да, тогда очень активно об этом говорили, да. — Да, потом это были волонтеры, то есть это школа волонтеров. — Информационного общества. — Нет, 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 это пожилые. Пожилые помогают пожилым. — То есть такие волонтеры всегда воспринимаются, какие-то студенты, школьники, а здесь, да, вот именно волонтеры нашего возраста люди, да, вот так, сильные. — Мы обучили эту группу и программы, хорошо отработали. — Единственное, что у нас не было тогда задачи вот отряд создать, а потому что, когда мы собирали людей, то есть есть соседи, есть свои же родственники, есть там подружка более в тяжелом состоянии. И вот эти все люди, они, значит, и сегодня помогают, мы их научили. — Люди, которые на своей собственной судьбе почувствовали вот такое вот горе, да, они помогают и другим тоже. — Но они готовы, вот у нас есть такой вот как бы актив, если надо, значит, собраться и вот там пойти помочь там к Новому году. А затем была литературная мастерская, значит, вот и сборник и так далее. — Ну, тогда сборник был красивый такой, хороший, да? — Да, серебряные авторы, ребятки, вот которые хотелось бы нам, значит, потому что, во-первых, сами просят, тот, кто участвовал, просят, а еще бы все там, что вот эти... — Хотелось бы продлить? — Продлить и обновить. — Обновить, то есть немножко. — Напечатать? — Да. — Не столько, немножко изменить идеологию как бы чуть-чуть, да. — Ну, а тогда задумка, когда заканчивалось вот это, создать литературный клуб, именно «Серебряный возраст» для серебряных авторов, потому что и вот со Светланой Сырневой мы это выясняли, нет такого в городе. — Светлана Сырнева? — Светлана Сырнева, это секретарь Союза писателей России, это наша поэта, кстати, 7 ноября у нее юбилейный вечер в Герценке. — Да, да, да. — Да, 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 я его везти буду, поэтому приходите. — Так вот, она меня тоже пригласила уже. — Приходите, обязательно будет интересно. — Она вела у нас мастер-класс и была вот очень большим помощником. — А что помешало созданию литературного клуба? Что необходимо для того, чтобы он существовал? — Ну, вы знаете, в общем-то ничего, я имею в виду, не мешало. Инициатива самих людей. Ну, как это сказать? — Ну, ведь этот проект не закрыт, то есть это же открытый автор. — Нет, ну, творчество — это дело такое, это не вышло, как говорится, на пробежку, правда же? — Конечно. — Надо, чтобы эти творческие люди, во-первых, были, во-вторых, захотели объединяться. — Нет, ну, люди есть, объединяться желание наверняка тоже есть, просто тема не закрыта. — Им предоставляем, то есть общество знаний площадку предоставляет. Ну, это было, видите, предварительно. Со Светланой я разговаривал, и вот товарищ мой хороший филолог Александр Иванович Безродных, который как раз нам тоже и помогал по языку и по всем этим делам. То есть у нас есть возможность, вот сейчас мы, может быть, попробуем через... — Продолжайте, я попробую. — Через вот этот конкурс «Открытый серебряный возраст» попробовать еще продлить, только уже на более высоком уровне, а проект, который будет касаться именно литературного клуба. — Литературного клуба и, вероятно, издание еще какого-то сборника. — Невероятно, а однозначно. То есть мы тогда вышли на то, что вот этот сборник были достаточно хорошие стихи, там и была и проза, и эссе были, а часть была, мы тогда немножко включили, для своих внуков писали, то есть для ребятишек, детские стихи. И вот было и с Наумовой тогда вот эту литературу, что еще и издать сборник для детей. Именно детские стихи, написанные бабушками. — То есть бабушке внукам, но вообще это уже классно, представь. — Да, и вот такой сборник. И может быть мы, вот у нас еще есть время до 15-го... — До середины декабря, по-моему, да? — Нет-нет, до 1-го декабря. До 1-го декабря, значит, еще принять участие в этом конкурсе. А вот новое только бы проговорил. А так, кто захочет, и здесь чем этот год интересен, что и Фонд хорошей истории, и, значит, Райфайзенбанк расширили зону. То есть это раньше касалось только крупных городов. То есть вот город Киров, а теперь это область, Кировская область. Поэтому в этом конкурсе могут участвовать, вот как и в активном поколении, когда мы с вами об этом говорили, то есть районы... — Районные центры, видимо, да. — Районные центры, да, пожалуйста, значит, кроме там партий и религиозных организаций. То есть, а информацию... — И также точно просто инициативная группа могут участвовать, или обязательно к этой общественной организации? — Нет, нет, здесь организации. — Только организации, да. — Нет, это впервые активное поколение тогда вот это сделало, и уже второй год это существует. И сейчас тоже инициативная группа. В данном случае это юридические лица. И... Ну, их ведь достаточно много. Значит, и вот такая возможность. А информацию об этом можно найти на... Открыть, опять же, сайт фонда «Хорошие истории». — И вот об этом конкурсе как бы там информация вся есть, да? — Да, там об этом конкурсе и положение, то есть весь пакет документов, там заявка, время еще есть. — Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, а кто-то, кроме общества знаний, уже успел воспользоваться вот этим предложением? — Ну, вы знаете, мы рассылали информацию. Мы, значит, и в прошлые годы, и вот... — Просто я хочу оценить активность людей, да? Вот насколько регион большой очень, и я знаю, что на юге у нас очень активные организации есть там, да, общественные. Пользуются ли вот этими конкурсами? Насколько движение пожилых людей в регионе концентрируется только в центре, я хочу понять, или все-таки на периферии тоже есть? — Ну, нет, вот если по активному поколению, тот, который как раз... — Вот о котором мы говорили тогда, да, да. Там же очень много было проектов именно из области. — Мы вообще, как это сказать, самые крутые по участию в периферии. То есть дальних районов, Икельмесь, там, ну, Вятские поляны все-таки это, ну, город там и так далее. — Но все равно это окраина нашей области. — А так все там, у нас и Афанасьево, и все очень много ведь. Значит, то, что просто, помните, пропускали мы, ну вот, чтобы профинансировано у нас 10 проектов, а их было 36. — Вот сейчас что с этими проектами? — Они работают все. — А мы поговорим об этом после перерыва, через две минуты. Владимир Караванов, координатор проекта в Кировской области, Кировской областной общественной организации знания сейчас в нашей студии. И мы подробно рассказываем о том, какие есть возможности у организации, у активных людей, которые работают с ресурсом, так скажем, людей серебряного возраста, да, какие есть возможности для того, чтобы получать поддержку на свои проекты. И вот прежде всего хотелось узнать, что с теми проектами, которые участвовали уже раньше в конкурсах, я помню, что их было очень много, Николай тоже, помню, что порядка 30, и вы сказали, Владимир Владимирович. — Там было порядка 36 заявок, финансирование получили 10 проектов, да, Кировских? — Да, 10 проектов. — Что с этими 10 проектами, что с оставшимися 26? — И что у нас предстоит еще, что будет? — Ну вот 10, конечно, все они работают, но так же, как и любой конкурс проектов, который предполагает передачу денег, денежных средств, он отслеживается. То есть постоянно идет мониторинг, и с нашей стороны, как регионального координатора и федерального. — Давайте напомним 2-3 примера, какие темы там были в проектах. — Ну вот это, значит, наша ремесленная палата, например, очень интересная, где бабушки, только не простые бабушки, а бывшие там, ну условно, гончары, резчики по дереву и так далее, и так далее. — Бабушки с умелыми руками. — Бабушки с умелыми руками, вот их объединили, и они сегодня, значит, уже в качестве преподавателей выступают. И там на 8 площадках, но это связано и с социокультурным пластом, потому что на площадках, например, Краеведческого музея, на площадке Художественного музея. То есть это получается такой вот, ну, хороший очень проект и ремесло, и в то же время искусство и культура. Либо затем, например, вот Кельмесь, ой, прошу прощения, Луза — это спортивное направление. Там городской, значит, спортивный клуб или, ну, в общем, инициатором был этого проекта. И вот сегодня вовсю, значит, они занимаются, устраивают, благодаря вот гранту устраивают периодически спортивные состязания, в которых участвуют пожилые люди, серебряные вот возраста. И оно очень интересно. А в Кельмезе был, он, ну, как бы закончился уже проект, но он у нас на Кировской земле был впервые. Это сплав, или как, не гонки, но, в общем, катамаран и лодка. И вот на средства, значит, вот гранта была приобретена очень хорошая, там, значит, лодка. И пожилые граждане, инвалиды, то есть с мало, значит, с ограниченными возможностями спускались по, то есть походы. Нет, ну, грант ты закончил, лодка-то осталась? Конечно. Так что, как бы, это продолжается. Да, очень интересный проект в Оричах. Это кукольный театр. Может быть, даже и была у вас, она была раньше у нас директором центра, Лидия Кувалдина. Вот она, значит, как раз инициатор там этого. Они уже, они съездили на фабрику игрушек в Кирове, там их показали, поучили, потом нашли инструктора. И сегодня уже, они сказку, сказку уже готовят, значит, там такая, она будет и для стариков, и для детей, интересно всем поколениям. Будут смотреть вместе. Уже научились и сделали там и бабушку, и дедушку, и волка из всего. И готовы играть. Все, хорошо, с этими понятно, с десятью. А те 26, что не получили финансирование? Ну вот, это вот как бы наша, наверное, общая забота, я бы так сказал. Потому что, когда тот закончился проект, мы проводили на старте или перед стартом вот этого нового, 17-го года, мы же провели на своей площадке такое широкое, с приглашением всех, и тех, кто и победил, и тот, кто не победил, и просто тот, кто вообще не участвовал. Было больше сорока с лишним, ну как, даже не круглый стол, типа конференции у нас было. Вот, и, значит, во-первых, итоги подвели, вот те наградили тех победителей, и было предложено, то есть, более широкое, и сделали мы сборник, вот, я не знаю, где-то. Сборник, правда, да, да. Все-таки у нас время просто поджимает, еще два конкурса мы не осветили. Что-нибудь проклюнулось из этих 26 проектов? Смогли как-то найти возможность реализовать хоть кто-нибудь? И будут ли они участвовать в новых конкурсах, как вы думаете? Ну, это все опять дорогу осилит идущие. Зависит от людей. Конечно, конечно, здесь, почему они открытые конкурсы, и все, желаешь, мы поможем. То есть, информации о том, что с этими 26 проектами нет у вас на данный момент. Ну, может быть, расскажет кто-то. Вот услышит нашу программу, позвонит в общество знаний, расскажет. А, может быть, примет участие в конкурсах этого года. Да, да, а у нас есть что рассказать нашим коллегам-журналистам сейчас, потому что у нас СМИ социально ответственны практически все, и сами инициируют какие-то проекты, и поддерживают всегда с удовольствием проекты социальные. И вот сейчас как раз благотворительный фонд «Хорошая история», о котором мы столько уже сказали в сегодняшнем эфире, объявляет конкурс журналистских работ. Расскажите нам, Владимир Иванович. Да, и вот это происходит еще и в рамках проекта «Активное поколение». То есть, значит, фонда Тимченко. Фонда Тимченко, да. Да. Елена и Геннадия чемпионов, точнее говоря. Елена и Геннадия, совершенно справедливо. Это конкурс для средств массовой информации среди журналистов. Он очень важен, потому что вот увидеть, как пресса и электронная, и печатная участвуют, или начинает участвовать, или уже давно работает для пожилых, о пожилых. Вот. То есть, чтобы мотивировать журналистов, вот это ведь направление, это конкурса, участвовать и стимулировать вот эти проекты, решения проблем пожилых и так далее. То есть, вот, по крайней мере, пока я в соцзащите работал, пресса нас всегда поддерживала, и она как раз помогала реализовывать какие-то проекты. А здесь и хорошая, значит, история, и благотворительный фонд для журналистов или групп журналистов, средств массовой информации, которые осуществляют деятельность на территории одного или нескольких, значит, субъектов. Тут очень важно одного или нескольких из десяти всего субъектов. Только десять субъектов по стране могут участвовать в этом конкурсе. И Кировская область в их числе. То есть, кировские журналисты, которые, собственно, занимаются тематикой, связанной с повышением качества жизни старшего поколения в современном обществе, вот они могут в этом поучаствовать. Я как раз подумал, что мы как раз в данный момент этим занимаемся. Этим занимаемся непосредственно, конечно. Мы, собственно говоря, уже готовим конкурсную работу. То есть, а вам прямо, как говорится, сам Бог велел, и карты в руки, что вот вы с нами работаете, и для пожилых вот то, о чем мы рассказываем, это ведь и есть, и не популизм, именно, не популяция, а информация. Да, информация. Ну, а в конкурсе будут рассматриваться материалы, которые опубликованы, то есть, уже опубликованы в печатных, электронных средствах массовой информации или вышедшие в эфир теле- или радиоэфир на территории регионов участников конкурса. За период, вот что значит, важно очень, с 1 июля 2017 года по 15 января 2018 года. Вот. И заявки будут приниматься вот до 15 числа, до 17.00. Есть время. Есть еще полмесяца. Всю информацию можно получить, опять же, на сайте знания, знания 43. Там у нас выложены посылки, либо на самом фонде. Да, я вижу, я вот сейчас на сайте знания 43, вот буквально справа в анонсах крупным шрифтом все есть. Да, и еще на сайте общественной палаты Кировской области. Тоже есть там, да? Да, потому что мы ведь работаем с ними, и через них информацию... Но опять-таки, вы же как оригинальный координатор вообще этой программы, да? Да, оригинальный координатор. То есть, в принципе, у кого-то какие-то вопросы, они опять-таки могут обратиться к вам? Без сомнения. И проконсультируем, и поможем, и подскажем. То есть, самое главное, что конкурс проводится вот впервые в рамках вот этого... Да, мы его ожидали, вы о нем говорили, о такой возможности где-то еще весной. Вот сейчас наступил такой период, когда можно в нем поучаствовать. Когда он, собственно, объявлен, да, и можно в нем поучаствовать. Я, собственно, сама еще не ознакомилась с положением, но вот буквально тут сразу же открыла. Поэтому, вот, чем больше будет возможностей у журналистов участвовать в разных конкурсах, получать оценку, я надеюсь, высокую за свою деятельность, но тем больше будет заинтересованность, я думаю, тоже. Это хороший мотивационный момент. И еще мы хотели, мы говорили там впервые по президентскому гранту. Да, и еще, вот Кировская область, ну, конкретно наша организация, значит, ну, была приглушена, в общем-то, уже потому что отработав несколько лет. Опять же, Альянс Серебряный Возраст, куда входит вот достаточно много территорий. Ресурсные Центры по работе со старшим поколением, это проект, который получил грант президентский. И с ноября месяца вот он стартует, то есть мы начинаем работать по этому. Прежде всего, это возможность для НКО, то есть для некоммерческих организаций, получить, опять же, поддержку и методическую... Да, за консультацией к вам обращаться? Да, да. Владимир Иванович, у нас есть телефонный звонок, вот под занавес сейчас дневного разоборота, давайте его примем. Алло, добрый день. Добрый день. У меня... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна, я живу в городе Кирове. У меня вопрос к господину Карабанову. Вот в конкурсе журналистов могут принимать участие только профи, или можем и мы, люди пожилого возраста, или как вы говорите, серебряного, рассказать о своей жизни. Нет, дело в том, что конкурс, я уже сейчас ознакомилась, бегала с заявкой, это профессиональный конкурс, но вы, вы всегда можете рассказать о вашей жизни, вот обратитесь в общество знания, к Владимиру Ивановичу Карабанову, у него масса контактов со СМИ, я думаю, что, Владимир Иванович, вы сможете помочь Кировчанке, да? Я думаю, да. И с нами связаться с другими СМИ, где она могла бы рассказаться. И вполне либо это опубликовать, либо как-то это может появиться в эфире, и вы станете полноправным участником конкурса. Мы поможем в этом, без сомнения. Как вам обратиться, Владимир Иванович, еще раз? Я знаю, как обратиться. Спасибо большое. Я знаю, где они находятся. Прекрасно. Ну, все, удачи тогда вам, все хорошо. Ну, еще только, если есть время, по наградам, что будут, значит, во-первых, все дипломы получат, и победители получат ценные призы. Это про конкурс СМИ. Это про конкурс СМИ, да. Да, но завершали ли мы все-таки президентскими мигрантами, которые... А президентский будет в течение года с лишним на территории всех этих входящих в этот проект. Ну, нас в данном случае волнует Кировская область, то есть на территории Кировской области. Да, на территории Кировской области. Пожалуйста, давайте сейчас всех мы еще раз на сайт отправим в вашей организации «Знания 43». Вы можете через сайт найти местоположение офиса «Общество знания». Номера телефонов, все там есть. Номера телефонов. Владимир Иванович Карабанов с удовольствием всегда ответит на ваши вопросы. Ну, давайте еще раз напомним. Мужчины серебряного возраста активнее, активнее как-то участвуете в общественных проектах, да, в театральных студиях, литературных. Ах, есть же у нас творческие мужчины, Коль, ну скажи. Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Здесь в студии, как видим, двое мужчин творческих сидят. Обсудите там у себя на очередной творческой встрече создание литературной мастерской или клуба литературного, о чем поговорили. Почему нет? Мужчины, будьте активнее. Приходите к нам. Спасибо. Владимир Карабанов, координатор проекта Кировской областной и общественной организации «Знания», Николай Голиков и Светлана Занько. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...